Канобу.ру представляет Лолипоп Чейнсо побила успех No More Heroes Недавний анонс Battlefield 4 потревожил некоторых фанатов третьей части Неужели ее поддержка скоро прекратится? Студия DICE отвечает Нет, ни в коем случае Исполнительный продюсер DICE Патрик Бах напомнил, что в промежутке между второй и третьей частью Компания разработала еще три игры в серии Battlefield И все равно продолжала поддержку второй части Еще на прошлой неделе компания увеличила количество консольных игровых серверов Battlefield 3 в четыре раза А на Gamescom анонсировала Battlefield 3 Premium Edition А вот в бета-версии четвертой части мы сможем сыграть только через год Она стартует осенью 2013-го Team Ninja и Tecmo поделились деталями сетевого режима Dead or Alive 5 В игре появится возможность проведения онлайновых турниров для 16 игроков У каждого участника будет свой профиль со статистикой, которую можно будет изучить при выборе оппонента Режим зрителя позволит наблюдать за боями и общаться в чате Также игрок сможет связать свой профиль с аккаунтом на Фейсбуке и делиться своим успехами с социальными друзьями Dead or Alive 5 выйдет 28 сентября на Xbox 360 и PS3 Тем временем Lollipop Chainsaw стала самой успешной игрой Grasshopper Manufacture К настоящему моменту по всему миру отгружено более 700 тысяч копий игры Для сравнения, у No More Heroes эта цифра остановилась на отметке в полмиллиона копий А у Shadows of the Damned всего лишь на 100 тысячах Сейчас Grasshopper Manufacture работает над проектом Killer is Dead Игра выйдет в следующем году на PS3 и Xbox 360 Valve выпустила первый патч для Counter-Strike Global Offensive Кроме исправления ошибок он добавляет в игру классический динамический прицел, показывающий разброс при стрельбе Фильм по мотивам Uncharted во второй раз остался без режиссера Нил Бергер, снявший области тьмы и иллюзиониста, покинул проект Don't Starve, новая работа авторов Shenk вошла в статус бета-версии Разработчики предлагают две копии игры за полцены каждому, кто оформит предзаказ сейчас А на канаву понедельник начался насыщенно Читайте рецензию Егора Антоненкова на инди-игру с диким названием 30 Flights of Loving Новую запись в блоге Стаса Куприянова про мобильные игры А еще наши первые впечатления от Guild Wars 2 Полноценную рецензию ищите на сайте через неделю На этом у меня все, с вами была Ксения Продуктивной вам недели, пока!